Для наследования земли Израиля нужна большая подготовка. То есть, чтобы в нас облачилось желание отдавать, и тогда мы сможем почувствовать в чём-то как Творец. Ведь вся действенность Тору и заповедей зависит от неё. От земли, от желания отдавать. Ибо благодаря ей мы удостаиваемся всего изобилия и блага, которые задумал Творец для всех душ Исраиля, прежде чем создал их. То есть, именно на это Творец направлял нас изначально, чтобы мы пришли к желанию отдавать и смогли бы наполниться всем благом, которым он сам, которым является он сам. И по этой причине праотец Авраам удивлялся, ибо он не понял, откуда они возьмут такие большие, получающие келим, чтобы удостоиться святости этой земли. Это получить очень большой свет, наполнение, знания, ощущение высший вечный мир, совершенный относительно нашего, который как какая-то одна чёрная точка маленькая. Это как, может быть, откуда у них будет келим, поместить всё знание, разум, чувство, которое есть в достижении высшего мира. Да, откуда они возьмут такие большие келим, чтобы удостоиться святости земли? Пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и Заповедях в египетском изгнании подготовят для них эти большие келим. Симены, когда они находятся во тьме, они готовят себя к состоянию, что как бы выходит из тьмы к свету, то есть уже с новыми келим, которые смогут получить всё знание и разум, и чувства, и все свойства, которые есть от всего высшего мира, которые действуют согласно силам отдачи. И тогда мы говорим, что это в 620 раз больше. Это не что-то, это в общем в 620 раз больше, чем то, что было изначально. То есть как бы число конечное, то есть конец 620 раз, может быть, это миллиарды на миллиарды, эти у них есть конец. Этого мы не понимаем. В духовном это не меряется по тому во сколько раз больше, а меряется по сути. И поэтому как мы не можем сравнить животный род с растительным или неживым, насколько у них есть разница большая. Также мы не можем по-настоящему сравнить, что называется, восприятие, которое у нас есть в Египте даже. Мы ещё не находимся даже в земле Египетской. Земля Египетская – это постижение природы зла, злого начала, постижение высшей силы, то есть Творца только в обратном виде, который действует на нас таким образом. Киев 1. Да, дорогой Раф, скажите, а почему нужны именно большие килим для того, чтобы удостоиться Святой Земли? Почему на маленьких нельзя, например, перейти в свойства получения радиоотдачи? Килим в духовном – это свойство различия между Светом и Тьмой, пиксели эти, насколько можно поместить их в восприятие человека. и поэтому нам нужно таких много, пока мы не постигнем форму Творца. Хотя это сила, допустим, аналоговая, безграничная, но мы принимаем это не аналогово, а точечно. Много-много точек, пока они не дают эти точки нам форму реальности. и мы не ощущаем сами точки, а соединения между ними, которые дают нам картинку. Соединение между ними – это то, что важно для нас. и поэтому нам нужно много таких пикселей, пока мы не сможем составить из них форму Творца, что он хочет передать, рассказать нам в своем раскрытии, в каком виде мы воспринимаем эти точки света из точек тьмы и накапливания их. Почему в таком виде мы понимаем, получаем эти средства Творца? Это вся наука каббала, наука восприятия Творца в творении. То есть творение воспринимает это главным образом согласно одному принципу, насколько он хочет уподобиться Творцу. То есть сейчас все точки, пиксели, которые есть, у него начинают складываться в таком виде, что он строит внутри себя эту картинку, эту форму, и тогда он приходит к изучению Творца. то есть из действий-то их познаем мы Тебя. А что это за пиксели вот в нашей работе сейчас, которые мы должны, ну, как бы накопить между нами? Все вещи хорошие и плохие, которые мы раскрываем в нашем состоянии, в нашем продвижении, они строят нам точки тьмы и точки света. Их накопление в целом строит у нас картину, которая не может быть целиком свет. А тьма как свет светить будет, что даже эти точки тьмы, которые есть у нас между точками света, эти точки тьмы тоже скажут нам, будут говорить нам о точках света, в общем, дадут нам форму мира. расскажут нам о Творце. И мы сможем и себя выстроить тоже в таком виде. Италия 4. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok